Центральная избирательная комиссия, как и Общественная палата Российской Федерации, два основополагающих центра, которые участвуют в подготовке выборов президента. Входит в этот этап и подготовка наблюдателей, и так называемого центра мониторинга. Дистанционно и в каждом регионе Общественная палата следит за каждым избирательным участком. Хакасия не исключение. Но на федеральном уровне есть несколько степеней мониторинга. Сейчас в каждом регионе есть общественные штабы, которые координируют, организуют всю эту работу. Но вот мониторинговые рабочие группы совета, допустим, нет. Разные были мнения, что тоже включать. Я не сторонник того, чтобы нас было бы включать туда. И, кстати, позиция такая в центре сборкома тоже такая, что говорит, и не надо. Мы вам даем возможность проводить мониторинг. Есть и критерии к наблюдателям. Прежде всего, так называемая возрастная пропорция. Прослеживается даже некая преемственность поколений. В 2023 году на выборах в единый день голосования большинство наблюдателей в публике составили женщины. 77,6%. Самому взрослому наблюдателю у нас исполнилось 85 лет. Это у нас город Сальногорск. И самому молодому исполнилось 18 лет. Всего из общего числа наблюдателей в прошлом году у нас 18-летних было 7,2%. А молодых людей от 35-29,2%. Пример одной из действенных и накатанных региональных практик выборного процесса и мониторинга за ходом голосования представили наши ближайшие соседи. Соответственно, 187 участков избирательных комиссий. Специфика республики еще состоит в том, что у нас две проблемы, касающиеся, может быть, кого-то еще, но нас они особенно волнуют. Мы работаем здесь целенаправленно. Первое. У нас очень много, скажем так, удаленных населенных пунктов. Помимо Сумонов, это село, есть еще Арбаны, где у нас очень много чабанов, и мы тоже должны с ними работать, выезжать. Поэтому чабанские стоянки у нас у общественной палаты на особом контроле. В Хакасии тоже не забудут про отдаленные территории и избирателей, проживающих в труднодоступной местности. Они проголосуют, напомним, досрочно. Именно в тех населенных пунктах, где нет соответствующего помещения и четкого транспортного сообщения. В регионе таких 24. А для адресного информирования избирателей будет работать проект «Инфорум УИК». Специалисты постучатся в каждый дом и квартиру и детально расскажут об особенностях этих выборов. Константин Наникин, Александр Кожевников. Новости.